Вы не против, если я расскажу вам историю? Не против, да? Сегодня я расскажу вам историю о Дэвиде Блике. Он был из Айдаха, ростом под 2 метра, весом за 110 килограммов. Обычный сельский парень, который тягал мешки с картошкой. И тут началась Корейская война, и его призывали на службу. Он подумал, что это не так уж и плохо. Я выйду из Айдаха, увижу что-то новое, поеду медикам, ведь медики не рискуют. Мне не придется носить оружие, убивать, я просто поеду, посмотрю мир. У нас есть его фото. Тогда он не представлял, что уедет оттуда с медалью почета. А поехал он на войну. Они с командой шли на гору, чтобы спасти друзей. Там они попали в засаду. В них начали стрелять. Вот он. Многие начали гибнуть. Их серьезно там потрепали. Многие погибли и получили ранения, но они смогли победить врага. Слава Богу. Затем они во второй раз пошли на гору и попали в засаду. Снова. Дэвид Блик мог просто убежать благодаря Женевской конвенции, которая говорит, что в медиков стрелять нельзя, если только они не достают оружие и не стреляют вас. У них не было шансов на победу. Их превосходили числом. Многие ранены. Половина солдат мертвого. У него был шанс убежать. Но вместо этого он, как Халк, разорвал одежду и прыгнул в траншею к врагам, у которых были пулеметы. Без оружия. У нас воскресное служение, так что я просто скажу вам, что он убил всех врагов в траншеях голыми руками. Настоящий Халк. Итак, все враги мертвы. К нему прибежали товарищи. Они пытаются взять оружие и патроны. И тут Дэвид Блик видит, как летит граната. У него снова была возможность убежать, но он прыгнул на друзей, чтобы принять взрыв на себя. И после этого он встает и убивает тех, кто бросил ее, опять же, голыми руками. Он нес раненого на плече, когда двое китайцев не поняли, что столкнулись с Халком, и вышли на него с двумя байонетами. Он положил раненого, схватил двух китайцев за головы, стукнул и убил их на месте. Кстати, это реальная история. Он получил медаль почета. Все это видели свидетели. Больше никто не нападал на него. Война закончена, ты победил, и мы едем домой. Я вот задумался, почему он это сделал. Почему он был готов рисковать своей жизнью? Он не был обязан делать это. Он мог уйти, и никто бы не напал на него и не убил его. У него была возможность уйти, но он рисковал своей жизнью, чтобы спасти других. Возможно, какой-то внутренний инстинкт сказал, «Если я не сделаю этого, то погибну». Или это был просто психоз. Вот мне почему-то кажется, что это было и то, и другое. Но вот в чем суть вопроса. Когда он вступил в армию, то дал клятву медика. А эта клятва звучит так. «Моя задача состоит в том, чтобы как можно лучше оказывать помощь тем, кто нуждается в ней. Я буду помогать нуждающимся, не обращая внимания на свои желания, леча союзных и вражеских солдат, ставя их потребности выше своих. Не думаю, что этот Кент, Кларк, Кент, не думаю, что мистер Блик стал суперменом. Но я верю, что это был человек чести. Он дал слово, клятву, обещание, от которого не был готов отказаться. Пожалуй, я все-таки вам зачитаю эту клятву, которую он давал, потому что это есть в присяге, и каждый солдат читал ее торжественно на параде. Хорошо. Я могу прочитать ее прямо здесь. Так, давайте, моя задача состоит в том, чтобы как можно лучше оказывать помощь тем, кто нуждается в ней. Это чтобы вы слышали слово в слово, что я ничего не соврал. Я буду помогать нуждающимся, не обращая внимания на свои желания, леча союзных и вражеских солдат, ставя их потребности выше своих. Итак, он дал клятву, что сделает что-то, и он предпочитал смерть, потери, чести. Знаете, было время, когда люди были готовы отдать жизнь, но не потерять честь. В нашей культуре идет атака на честь. На самом деле, некоторые шоу и клипы прославляют без чести. Я верю, что Бог желает восстановить благочестивый принцип чести в сердце каждого мужчины, женщины и ребенка. В псалмах звучал вопрос о том, кто попадет на небеса. Вопрос в том, кто получит эти небеса. Я не буду читать вам все местописания, которые об этом вообще говорят, но хотел бы заострить ваше внимание на 14-м псалме, 4-м стихе. Вы согласны, что честь должны соблюдать все? Аминь. Итак, тут написано «Тот, в глазах которого презрен отверженный». Но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому. Или кому тяжело от обещаний. Уверен, мистеру Дэвиду Блику было тяжело исполнить свои обещания, когда в него стреляли, бросали гранаты. Часто в нашей культуре, когда становится трудно, мы оставляем те обещания, которые дали. Так часто бывает, например, с браком. Ничего не работает. У меня больше нет никаких чувств. Я просто оставлю свои обещания. Но это не честь. Бог ищет людей, которые следуют чести в своих решениях. Библия 147 раз говорит слово «честь». Мы видим множество историй о чести в Библии. Например, Давид и Саул. Давид никогда не делал зла Саулу. Он почитал его и служил ему. Он делал все, что мог. Он принес честь его дому. Но Саул хотел убить его. Он гонялся за ним. Он посвятил целый сезон своей жизни гонениям на Давида. У Давида было множество шансов убить Саула. Господь давал их ему. Но он всегда говорил «я не прикоснусь к помазаннику Божьему». Однажды раненый Саул совершил самоубийство и упал на меч. Слуга пришел к Давиду и сказал «я убил его, потому что он умирал». А тот сказал «как ты смел прикоснуться к помазаннику Божьему». Здесь есть принцип, который многие упускают. Давид никогда не чтил Саула как человека. Он почитал его положение. Он говорил о помазаннике Божьем. Вопрос был не в Сауле, а в положении. Часто мы не почитаем людей, потому что они бесчестны. Но Господь говорит, что мы должны почитать их высокое положение. Это может быть пастор, полицейский, супруг. Мы должны почитать это положение. Сегодня мы пройдем несколько пунктов. У меня еще есть 35 минут, поэтому сегодня будет весело. Положение, которое требует библейского почтения. Иногда я исследую что-то, и Господь дает мне слово. Я нахожу что-то интересное. Но я считаю, что это было слово «Рэм». Я верю, что Бог вложил это в меня. Это слово для нашего времени, наших людей, нашей культуры. Первый пункт. Мы должны уважать своих супругов. Я люблю, например, хвастаться своей женой. Мою жену зовут Стефани, и она самая прекрасная девушка, которую я когда-либо видел на Земле. Я обожаю ее. Стефани, я люблю и уважаю тебя. Встань, пожалуйста. Смотрите, какая она прекрасная. Аминь. Пожалуйста, поаплодируйте ей. Я люблю. Хвастаться своей женой. Потому что это свидетельство того, что Бог чудесен, и благодаря ей я выгляжу лучше. Я люблю свою жену. То, как она воспитывает наших детей, служит дома и мне. Ты достойна почтения. Иногда человек достоин почтения, а иногда его положение. А бывает и то, и другое. Такие люди достойны двойной чести. Ты достойна этого. Я люблю тебя. Ты женщина чести. Ты хорошая жена и мама. Я люблю тебя. Я увидел, что часто в браке люди неуважительно относятся друг к другу. Ты пытаешься им помочь, но они не хотят учиться. Я ничего не делал. Я не лгал, не изменял. Ты пытаешься объяснить им их надменность. Вопрос не в вещи, а в характеристике. Ты должен относиться к супруге с почтением. Жена должна благочестиво повиноваться мужу. Когда его нет рядом, не шутите о нем. А муж в любви должен покрывать и защищать жену. Вот это и есть воздавать почести. Это не вещь, которую вы сделали или нет. Это отношение, почитание в браке. Библия говорит нам в послании к евреям, 13 главе, 4 стихе. Брак у всех, да будет честен или в чести. Это все, что нам нужно знать. Он не говорит, что нужно почитать человека. Иногда так и есть. Но сейчас речь не об этом. Брак должен быть в чести. Даже если это бесчестные люди, даже если они наркоманы или транжиры, это не аннулирует то обещание, которое мы дали им перед Богом. Брак всегда должен быть в чести. Когда кто-то ведет себя не так, как говорит Слово Божие, то мы должны любить их не меньше, а больше. Библия говорит, что когда вы отвечаете добром на зло, особенно в браке, то это меняет жизнь человека. Мы можем уделить этому целую проповедь. Часто супруги не обращаются к Богу, потому что мы сами ведем себя неправильно. Что сделал Иисус? Помните? Мы видим картину брака. Он отдал жизнь, принял зло, чтобы дать нам добро. Когда супруг делает что-то неправильно, служите им, принимайте зло и воздавайте добром, а все остальное отдавайте в руки Божии. Мы готовы ко второму пункту? Готовы. Тогда у меня есть еще немного времени и немного пунктов. Я понимаю, что кто-то может обидеться на меня за эти слова, но другим они принесут свободу. Это причина боли в браке без уважения. Эгоизм — это корень всякой обиды. Эгоизм — это корень всякой обиды и разочарования. Я не говорю о несогласии. Это не эгоизм. Но корнем всякой обиды является эгоизм. А вот откуда неуважение и раздражение. Вы не наполняете себя. Все дело во мне. Ты ранил меня. Ты обидел меня. Если мы постоянно думаем о себе в браке, то у нас ничего не получится. Можно я буду говорить открыто? И, наверное, я скажу всю правду сегодня здесь, в церкви. Хорошо? Это ведь место, где мы говорим друг другу правду. А вот она. Я знаю, что есть 5%, которые делают все правильно. Но я не в их числе. Люди вступают в брак не потому, что любят друг друга, а потому что любят себя. Это правда. Мне нравится, как я чувствую себя рядом с тобой. Мне хорошо с тобой. Мне нравится, как я чувствую себя. И поэтому вступаю в брак с тобой. А через 12 или 18 месяцев в браке я перестаю чувствовать себя счастливым, потому что вопрос был во мне. И тогда начинаются ссоры. Некоторые достаточно зрелы, чтобы преодолеть это. Другие до конца своих дней не могут понять, почему они не чувствуют себя счастливыми. Но если я вступаю в брак, чтобы мне было хорошо, то иду по ложному пути, который никогда не даст мне ничего. Наш брак стал настоящим лишь тогда, когда мы поняли, что я здесь для того, чтобы служить себе, а ты, чтобы служить мне. Вот что такое брак. Возможно, сейчас у вас проблема с браком. Я хочу сказать вам, что не поздно повернуться и принять истину. Я в браке для того, чтобы служить тебе. Скажи, что я могу сделать для тебя? Как мне сделать так, чтобы ты чувствовала любовь? Когда вы начнете поступать так со своей супругой, то у нее не будет выбора, кроме как повернуть свое сердце к вам. Дьявол — лжец. Он сделает все, что может, чтобы его цикл вашей жизни не прекращался. Вы должны связать его. Второй пункт — власть, как правительственная, так и на работе. Это та власть, которую Бог поставил над нами. Послание к кремлинам, 13 глава, 1 стих, говорит нам, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Существующие же власти от Бога установлены. Я знаю, что есть ложное учение, которое говорит, что вам не нужно никому подчиняться или слушаться. Держитесь подальше от этих людей. Это не означает, что вы не должны говорить с ними. Просто не пускайте их в свое сердце, потому что они противоречат Слову Божьему. Они противоречат порядку и власти Божьей. Этому принципу следуют все успешные группы. В армии, на работе, в церкви. Держитесь подальше от людей, которые говорят, что вы не должны подчиняться властям, потому что эти люди противоречат Слову Божьему. Христианин может ставить под сомнение лидера, но не его положение. Ведь каждое положение во власти, как говорит Библия, дается от Бога. Я не согласен со многими политическими моментами, но я все равно должен почитать положение, потому что его дал Бог. Вот почему мы поддерживаем наших полицейских, военных, пожарных, правительство. А если вы находитесь на посту, если вы полицейский, даже в отставке, как мистер Рэнди, мы аплодируем вам. Аминь. Мы хотим почитать полицейских, пожарных. Мы воздаем вам честь. Возможно, не все решения вашей жизни были правильными. Скажите хоть что-то. Мы все равно чтим вас. Мы отдали свою жизнь служению. Мистер Рэнди, мы благодарны вам. То же самое касается и остальных. Третий пункт звучит так. Мы должны почитать родителей. Ефесиным, 6 глава, 2 стих. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Бог дает обетование тем, кто почитает родителей. Это совсем не то, что мы видим в жизни. Жизнь говорит, что если хорошо учиться, закончить колледж, то можно получить много чего. Это естественный порядок вещей. Ты усердно работаешь и получаешь награду. Бог же говорит о другом. Он дает вам обетование и говорит, «Если ты будешь почитать родителей, то я дам тебе все это». Иногда мы молимся о том, чтобы Бог дал нам что-то. Но нам лучше остановиться и поблагодарить Бога за наших родителей. Это атака на нашу культуру. Вы должны быть осторожны с тем, что смотрят ваши дети. Моя жена блокирует доступ на телефонах, но, несмотря на это, иногда вылезает то, чего им не нужно видеть. Сейчас стала популярна тема с глупыми родителями. Они говорят о том, что родители глупые. Дети знают все, а родители, они, мол, знаете, глупые. Это непочтение к семье. Почему дьявол хочет этого? Потому что он не хочет, чтобы вы были благословлены. Он не хочет, чтобы в вашей жизни или жизни ваших детей были обетования, которые приходят от уважения к родителям. Мы должны помнить об этом. Это не означает, что мы согласны со всем, что они сделали или сказали, но мы все равно можем почитать их. Далее идет четвертый пункт. «Это ваше тело». Мы должны почитать наши тела. Аминь. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 стих, говорит, «Не знаете ли, что тела ваши суть — храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Мы принадлежим Богу». Вот почему мы не курим табак, не пьем алкоголь и не принимаем того, что вредит нашему телу. Можем ли мы принимать все это, а потом попасть на небеса? Конечно, да. Мы спасены по благодати. Но я понял нечто в браке. Я не гадаю, а если я сделаю это, то бросит ли меня жена или нет? Это не зрелое христианство. Мы говорим о зрелости. А зрелые люди не спрашивают, а что станет главным фактором в том, что жена бросит меня или нет? И если кто-то обвинит меня в том, что я сделал, а я скажу, а я все еще женат, я плохой супруг. Вопрос не в том, спасен я или нет. Вопрос в том, что я делаю что-то потому, что люблю свою жену. Я в браке, и я думаю о том, как почитать ее. Человек, который определяет свою жизнь категориями «спасен, не спасен», на самом деле не спасен. Его сердце не рождено свыше и не ищет сердце Отца. Мы хорошо относимся к своим телам, потому что мы храм Бога Живого. Бог желает жить в нас. У нас могут быть проблемы, и это нормально. Бог поможет вам избавиться от них, как Он помог другим. Но мы храм Божий. Бог желает жить в наших сердцах. Он желает жить в наших телах. Он хочет, чтобы мы были здоровы духовно, эмоционально, психически и телесно. Следующие слова принадлежат Томасу Фьюлеру. Здоровье не ценится, пока не приходит болезнь. Бог не желает испортить ваше веселье. Он хочет защитить вас. Библия говорит, чтобы мы судили о вещам, по плодам. Если что-то приносит рак, смерть, зависимость в вашу жизнь, то Бог желает защитить вас от этого. Он не мешает вам веселиться. Он не хочет, чтобы однажды вы сказали, «Лучше бы я никогда не делал этого, потому что теперь у меня рак, и я умираю». «У моих детей не будет отца, а у внуков дедушки». Бог пытается защитить нас от того, что может уничтожить нас. Нашему телу нужен здоровый образ жизни. Часто мы принимаем неправильные решения, которые приводят к стрессам, давлению. Докторам легко выписывать таблетки. Я знаю, что около 20% рецептов докторов необходимы и обоснованы, но 80% — нет. Я уверен, что мистер Рой подтвердит мои слова. Если вы сталкиваетесь со стрессом и давлением, сядьте на диету и делайте каждый день зарядку. Ваш стресс уменьшится. Вы об этом знали? Об этом говорят Библия, наука и доктора. Нам нужно не больше лекарств, а больше преображаться в образ Иисуса. Мы прошли только половину, и вот он, четвертый пункт. Это ваше слово. Хотя нет, четвертый уже был. Теперь у меня уже идет пятый пункт. Итак, готовы к нему? Это ваше слово. Мы должны держать его. Первое послание Иоанна, вторая глава, пятый стих, говорит так, «А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась». Из этого узнаем, что мы в нем. Человек, который нарушает слово, это незрелый человек. Иногда нам легко дать обещание, но когда обстоятельства меняются, то нам кажется, что его больше не нужно соблюдать. Люди вступают в брак, но не живут так, как должны. Или они идут на работу, но не делают то, что нужно. Перемена условий не должна влиять на наше обещание. Бог знает об этом, и поэтому говорит, чтобы мы не обещали многого. Почему? Потому что мы будем судимы за каждое сказанное слово. Мы должны быть медленными на славу. И когда мы даем слово, то должны быть готовы сдержать его. Следующий пункт звучит так, «Пусть ваша честь будет выше личного комфорта». Почему так? Да потому что честь часто стоит чего-то. Еще в 19 столетии честь могла стоить человеку жизни. И люди были готовы платить эту цену. Далее, следующий пункт звучит так, он понравится всем, «Мы должны почитать всех». Знали об этом, да? Библия говорит об этом в 1-м послании Петра 2-й главе. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Осталось еще пару пунктов. Есть уровни почтения, которые мы должны проявлять к людям. Вы не встаете каждый раз, когда кто-то входит в комнату. Но есть определенный уровень уважения, который вы проявляете ко всем, потому что Бог сотворил нас по образу своему. Мы не почитаем неправильное решение или образ жизни, но мы должны почитать образ Божий. Мы должны проявлять определенное уважение ко всем, потому что их сотворил Бог. Некоторых трудно уважать. Я могу говорить правду, а? Я понял, что некоторые люди сознательно обижаются. Это решение, которое они принимают. И они могут глубоко копнуть, чтобы найти причину для обиды. Их нельзя переубедить. Знаете, таких людей также нужно уважать. Я думал, ну зачем почитать их, ведь они же бесчестные. Но Бог показал мне суть. На самом деле у этих людей серьезные раны. Отвержение, боль. У них раны, о которых они не знают. Они так держатся за них, что пытаются привязать боль кому-то. Я не знаю, в чем причина, но пусть это будет пастор, босс, церковь, супруга. Мне больно, так что я связываю свою боль с этим человеком. Теперь я не смотрю на них, как на надменных безумцев. Я вижу раненого человека. Хочу сказать вам кое-что. Не связывайте проблему с человеком. Если кто-то лжет вам, то не потому, что ненавидит вас. Просто у него проблема с ложью. У меня были случаи, когда люди думали плохо обо мне. Моей естественной реакцией было доказать им обратное. Но для них это было лишь подтверждением их ложных представлений. И вместо того, чтобы доказывать что-то тому, кто относится ко мне плохо, я должен доказать себе, кто я, и относиться к нему с любовью и уважением. Надеюсь, вы согласны с подобным высказыванием. Поэтому не связывайте проблемы с человеком и будьте готовы проявить почтение «Больным», «Бедным», «Бездомным», «Попрошайкам». Я не говорю, что вы должны отдать им все свои деньги. Относитесь к ним с уважением. Я принял решение пожимать руку всем и всегда. «Моя жена ненавидит это». «У них бактерии», — говорит она. «В любое время. Когда я иду по мастерской, а ребята работают в рукавицах, я готов пожать им руки, потому что они этого достойны». «Ты достойнее, чем грязь на твоих руках, потому что ты что-то делаешь, и ты что-то означаешь для Бога тем более». И это касается всех. Бездомных, алкоголиков, наркоманов, потому что каждый человек создан по образу Божьему и достоин определенного уровня уважения. Скажите «Аминь» на это. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!